Всем привет! Меня зовут Ольга Рохас, и сегодня я бы хотела поделиться с вами 7 вещей, которые я разрешаю делать своим детям. Возможно, некоторые из этих пунктов будут противоречить вашему мировоззрению и вашему комфорту, но лично для меня они максимально, наоборот, комфортны, именно поэтому мы им разрешаем. Они максимально для меня эффективны. Каждый пункт будет нести такую структуру, что я бы говорил, что я разрешаю и как я этим управляю, потому что, как мы знаем, детям всегда нужна свобода в каких-то границах. Именно тогда они чувствуют себя в безопасности. Итак, первый пункт. Я разрешаю своим детям не делиться. Дело в том, что когда мы воспитываем детей, очень часто нужно прикидывать те правила воспитания на себя. Насколько тебе было бы это комфортно? Например, мы же не заставляем себя делиться своим телефоном со своей подругой. Если вам не хочется делиться своим платьем, то, в принципе, тоже никто вас не может этому заставить. Поэтому очевидно и логично, как мне кажется, разрешать своим детям не делиться. Безусловно, это нужно, чтобы это обрело какую-то форму. Так вот, исходящее из этого правила, например, если к нам приходят гости в дом, мы знаем, что мы ожидаем гостей, соответственно, я своим детям говорю, давайте сейчас подумаем, какими вещами вы не готовы делиться. Они выбирают какие-то вещи. Мы уносим их в коробку, мы их складываем отдельно, чтобы никто их, соответственно, не трогал. Что подразумевает, что всеми остальными вещами они готовы делиться. Или, например, мы идем на площадку. Когда мы идем на площадку, я детям напоминаю, все, что вы берете на площадку, то есть это публичное место, это общественное место, соответственно... Шумненько, правда? Если вы идете на площадку, я всегда рекомендую говорить своим детям, возьми только те вещи с собой на площадку, которыми ты готов делиться. Соответственно, когда ты приходишь на площадку, как правило, не должно возникать вопроса, потому что уже правило заведено, все, что на площадке, это все в общественном использовании, значит, ты готов был делиться. Конечно, для маленьких детей это правило иногда приходится повторять и повторять, но когда они уже становятся более старше, после 4-5 лет, они вполне хорошо понимают, просто не берут с собой те вещи, которые они не готовы делиться. Второй очень важный пункт, что я разрешаю своим детям, я разрешаю своим детям скучать. Мне кажется, именно это действие или бездействие настолько сильно игнорируют в современном мире, а, к сожалению, во время того, когда ребенок скучает, у ребенка включается воображение. Потому что, когда тебя постоянно развлекают, то ребенок потом самостоятельно не может придумать, как же ему себя развлечь. Привыкает к тому, что всегда есть телевизор, всегда есть мама, всегда есть няня-помощники, учитель, нянечка, которая тебя развлекает. Соответственно, тебе некогда скучать, а ведь скучать это тоже определенный навык. То есть, слоняться по дому в 4-5-летнем возрасте и не знать, что бы придумать, это очень важно. Когда я разговариваю со своими детьми, я говорю, скучать это классно, они говорят, да. Скучно? Да. Ну, это хорошо, скучать это полезно. И у меня. И тебе скучно? Угу. Ой, это отлично, я так люблю, когда дети скучают. Это значит, что вы развиваете свою фантазию. Что такое фантазия? Фантазия это то, что у тебя блокбастер в голове происходит. Киношка в голове. Есть у тебя мультики в голове? Придумываешь сама? Да. Ну, вот это называется твоя фантазия. А у тебя фантазия работает, Адриан? Вот там, да? Я очень рекомендую тоже попробовать этот навык скучания для ваших детей, так как они определенно обретают креативность и самостоятельность, а также они не зависят от нахождения рядом взрослого и могут сами уже учиться с раннего возраста, организовать себя и организовать для себя какие-то интересные пространства. Тем более, когда мы находимся в тишине, да, по сути дела, есть один голос, которому ты можешь прислушаться, это свой. Дети, которые умеют скучать, они знают, как правило, чего они хотят. У них более развито воображение, креативность и так далее. Поэтому разрешайте своим детям скучать. Во всяком случае, попробуйте. Следующий пункт. Я разрешаю своим детям есть сладости, но у нас есть одно правило. На каждую сладость нужно съесть 5 овощей или фруктов. Дети знают, что примерно, скажем, вредность одной сладости равняется примерно к 5 овощам и фруктам. Таким образом, очень легко отследить. Когда ребенок спрашивает себя, мама, можно еще одну конфетку? Я говорю, ну хорошо, давай мы сейчас тогда нужно как-то овощи, фрукты возместить. Тут, скажем, ущерб, который есть в сахаре. Они прекрасно понимают, что это не полезно. Есть не полезные, а есть полезные ингредиенты. Но есть вещи, которые мы прекрасно понимаем, что запрещать невозможно. Спасибо, какая. Александра, а почему вы пьете смузи? Зачем человеку нужно пить смузи? Зачем? Чтобы быть сильным, здоровым. И быстро бегать, да? Да. И быстро буквы учить, правда? Да. Запретный плод, он, как всегда, более сладок. Поэтому я разрешаю своим детям есть сладости. Но я всегда им напоминаю, что за каждый, за ущерб одной сладости нужно возместить своему организму в виде пяти фруктов или овощей. Такое правило для детей очень легко действует, так как один к пяти, в принципе, даже трехлетний ребенок уже может сопоставить. Я разрешаю своим детям смотреть мультики. Как вы знаете, у нас триллингвальная семья. В нашей семье есть русский, английский и испанский языки. Соответственно, вопрос языков и баланса языков у нас стоит достаточно остро. В нашей семье, к сожалению, нет большого количества помощников, так как моя семья живет далеко. Семья мужа очень сильно заняты всегда. Соответственно, мы самостоятельно должны организовать тот языковой input, input, да, тот языковой поток, в котором нуждаются наши дети. Соответственно, мультики – это тот дополнительный пассивное использование языка, который дети могут услышать как образец. Для детей-билингвов мультики смотреть очень полезно, но нужно знать, как это делать. Очень важно выводить мультики из плоскости текста и пассивного восприятия. Что это значит? Вы задаете вопросы. Ребенок посмотрел мультик, вы мультики обсудили. То есть, как себя повел герой, как бы ты повел себя на его месте. То есть, нужно активизировать те слова, которые ребенок узнал, или тот какой-то концепт, который он для себя узнал. Также желательно, конечно, находиться во время просмотра мультика рядом, чтобы ребенок мог всегда спросить у вас, мама, а что значит, например, пир? Вчера вот Александр мне говорит, мама, я знаю теперь, что такое слово пир. Когда мы с ней обсудили, это все достаточно, конечно, такие сложные более слова, но ребенку для понимания, для какого-то нового словарного запаса очень важно, чтобы взрослый был рядом. Я, во всяком случае, всегда стараюсь дать эту свободу выбора, вы хотите такой мультик или такой. Но у меня уже есть предоставлены варианты, а заранее отфильтрованные, отсортированные. У нас на курсе я даю целый чек-лист тех мультиков, которые выбраны были психологами, лингвистами, которые рекомендованы, которые действительно дают ребенку пользу. Я даю им ту свободу выбора мультиков внутри вот тех границ, которые я для себя обрисовала в виде вот того списка мультиков, которые у нас есть. Следующий, как мне кажется, безумный важный пункт. Я разрешаю своим детям делать ошибки. И вот такой вот пункт, мне кажется, он очень глубоко уходит потом во взрослую жизнь, и паттерн твоего отношения к собственным ошибкам закладывается уже прямо сейчас в детстве. Как я это делаю? Я разрешаю... То есть я знаю, очевидно, что ребенок сейчас что-то сделает не так, он уронит стакан, он еще что-то... Ну вот я вижу, что оно будет. Не всегда нужно родителям торопиться и сказать, вот у тебя это будет так, да, проектировать. Во-первых, у него так может не произойти. Во-вторых, как мы знаем, мы учимся только на лишь на своих ошибках. Только то, что мы сами сделали какое-то умозаключение, на заключение, как правило, у нас где-то садится в подкорку, а то, что нам сказали, что вот так правильно сделать, как правильно эта информация у нас залетает в одно ухо, в другое вылетает. Также отношение к этой ошибке. То есть когда я иногда даже немножко утрирую при детях, когда у меня что-то не получается. Например, запитаю косичку Александре, у меня вылетает какой-то петух, я нервничаю, мне нужно куда-то идти. И я в этот момент, конечно, как взрослый могу себя сдержать и не проецировать свое недовольствие в мир, но мне нужно показать ребенку, что я тоже запускаю ошибки и что это абсолютно нормальная часть процесса развития и обучения чему-либо. Говорю, вот у меня не получается, я сейчас соберусь, я сейчас подышу. То есть я показываю, как я реагирую на какой-то негатив в своей жизни, на то, что меня разозлило. Или я еду, например, в машине, я пропустила поворот, девочкам говорю, я знаю, что они себя сзади, они все это слышат. Я, конечно же, как-то могу даже выругаться, потом сказать, я сейчас злюсь, может быть, когда-то я даже в машине за рулем не смогу топнуть, но что-то топнуть. То есть показать, как экологично выразить свою эмоцию. И уже потом я слышу, как Александра меня успокаивает, она говорит, и Адриана уже тоже подключается, говорят о том, что мама, ничего страшного, ошибки совершают все, сейчас мы все исправим, главное, не сдавайся. И я слышу свои слова, которые я им повторяю, когда они допускают ошибку, и это на самом деле очень классно. Потому что самое главное не то, что ты ошибаешься, и ошибки не так важны, а как ты относишься к этим ошибкам. Самое важное, что ты с этой ошибки вынес какой-то урок, и постараешься больше ее не совершить. Следующий, как мне кажется, очень важный пункт, это пункт, я разрешаю своим детям быть самостоятельными. Это, конечно, такой общий, очень общий пункт, но в чем проявляется самостоятельность моих детей? Во-первых, я разрешаю им выбрать, например, одежду, чтобы у них была возможность сделать выбор. Да, они будут выглядеть, возможно, не самым лучшим образом, но это их я, это их становление. Я, конечно же, не могу им дать выбор, если на улице минус 15, одеть, например, платье, хотя иногда я это тоже делала, потому что ребенок, например, говорит, нет, я не хочу, я хочу идти в шортиках, а на улице реально холодно. В таком случае хорошо, особенно если у меня есть время, я выхожу с ребенком, хорошо, давай в шортах. Сейчас увидишь, ты выйдешь сам, опять-таки ребенок приходит на улицу, он видит, что холодно, ветер дует, соответственно, ребенок уже сам понимает, что это был не каприз. И когда ты пару раз так ребенку уже дал возможность самому прочувствовать, вот те самые, свой выбор, свою независимость, свою самостоятельность, и ты показал ребенку, что иногда стоит прислушаться к маме, то есть мама тебе плохого не порекомендует, соответственно, потом можно просто делать референс уже к той ситуации. Помнишь, я тебе говорила, вот я же тебя не обманывала, я тебе действительно говорила, что холодно, поэтому нужно одевать там теплые штаны, например. В чем еще проявляется самостоятельность? Самостоятельность проявляется в том, что я разрешаю своим детям самостоятельно, например, приготовить завтрак. Они у нас утром встают, потихоньку выходят, закрывают двери, идут, и мы купили такие продукты, которые они сами могут себе приготовить. Например, они могут самостоятельно сделать, допустим, молоко со злаками, cereals называется, ну, со злаками, наверное, хлопья, да, хлопья с молоком, а какой-то очень простой завтрак они могут хлеб с маслом намазать. Напоминаю, моим детям 3-5 лет. И уже они понимают, что они самостоятельно это могут делать. Конечно, когда я выхожу в комнату, я должна заплатить за этот самостоятельный завтрак. Это тот самый условие комфорта или некомфорта. Для вас, возможно, это будет дискомфортно, да, потом убирать весь, всю квартиру. Для меня это час, который они дают мне поваляться еще в комнате, да, в спальне. Для меня стоит та самая там 10-минутная уборка, которую я сделаю потом после их самостоятельного завтрака. Но чем больше они практикуются, соответственно, тем лучше у них получается, тем меньше у меня будет уборки. Поэтому, как мне кажется, самостоятельность одна из самых, вообще, наверное, крутых пунктов, которые я разрешаю своим детям. И, наверное, самый последний, это пункт, который я видела, что не разрешают очень многие мамы в России, хотя я думаю, что тоже тенденция к разрешению этого пункта уже идет, я разрешаю своим детям пачкаться. Я считаю, что нет лучшего времени, чем пачкаться, чем детство. Когда, если не сейчас, намочить свои штаны и поваляться в лужи в грязи, потому что, к сожалению, мы во взрослом возрасте себе уже этого не разрешаем, я разрешаю детям ложиться на пол, чтобы рассмотреть муравьишку, пробежать по луже. Просто они знают последствия. То есть, я им говорю, хорошо, ты можешь бежать в кроссовках по луже, но у меня дополнительной сменной обуви нет, и тебе придется быть в дискомфорте в очень мокрой одежде. Как правило, первый раз они соглашаются очень легко, но уже, когда они определенный опыт набрали, то есть, они знают, насколько дискомфортно находиться в холодную погоду в мокрых штанах, соответственно, в следующий раз, скорее всего, они скажут, знаешь, мама, я, наверное, обойду эту лужу. Поэтому здесь, опять-таки, право выбора, право принятия решения, безусловно, с корректировкой взрослого. Взрослый присутствует в жизни ребенка, чтобы обозначить некоторые границы, внутри которых ты предоставляешь свободу. Это 7 пунктов, которые я разрешаю своим детям. Дайте, пожалуйста, знать, с какими пунктами согласны или не согласны вы в своем быту. Возможно, у вас есть какие-то другие пункты дополнения, что вы разрешаете своим детям. Будет очень интересно почитать. Огромное спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Не забывайте поставить колокольчик, чтобы вам приходили уведомления еженедельно о новых наших видео. И я увижусь с вами в следующих видео. Пока-пока!